доброе утро еще раз всем переходим к подведению итогов третьей недели и подведение итогов мы решили начать такую ретроспективу назад с точки зрения что вот что было сделано то есть у нас на предыдущей на первой неделе были сформулированы некие вопросы которые вы видите перед глазами часть из них как бы получили ответа часть осталось коллеги мы видим экран проводника а презентацию у вас там не было ничего секретного поэтому не стали ничего говорить не ну все равно долго молчали для того чтобы как бы исследовать там действительно ничего такого нет мне показывает что это единственное слово который хоть как-то вызывает вопрос это курица а сейчас секундочку технически тогда коллеги пока заполню паузу я вижу нас новые участники подсоединились еще раз повторюсь то что у нас сегодня новый формат мы очень просим наших внешних экспертов зайти на menti.com в чате я сейчас продублирую если не видно тем кто включился снова код пожалуйста введите код и оставляйте там свои вопросы и развивающие комментарии мы после презентации выведем это на экран а вот и группа сможет ответить на них анастасия все правильно все видно теперь великолепно спасибо за помощь да еще раз получается вот были итоги первой недели вопросы запросы были итоги предыдущей недели и вот такие вопросы ну кратко там тренды роль науки стейкхолдеры и вот соответственно как ала сейчас сказала какое-то подключение внешних экспертов которые но очень и очень важны ну и соответственно там инфраструктура и базовые сквозные технологии ну все равно как я начал говорить и начали какие-то не скажем такие переходящие итоги они связаны с тем что все-таки на часть вопросов получены ответы на часть нет и если смотреть дальше то мы ну откровенно говоря чуть-чуть начинаем буксовать потому что объем работы достаточно большой и вот запрос к сообществу я вынес в начале для того чтобы ну еще раз попросить людей активнее включаться в нашу работу потому что если в телеграм канале ой слэк канале у нас там 800 плюс человек в таком уже в нашем канале там больше 90 человек то вот всего лишь одна треть но активно принимает участие то есть вот просьба еще раз как-то включиться и так непосредственно итоги да то есть у нас был шаг один определение индустрии видов деятельности потребностей продуктов входящих в рынок технет шаг 2 это описание рассмотрение системы разделения труда с двух сторон то есть потребности рынка и продукта и со стороны индустрии видов деятельности здесь вот третий шаг это сама цепочка с рт как она ломается в зависимости от трендов и технологий мы здесь разместили вот ссылались на щедровицкого то есть вот прошлое до системы разделения труда и вот будущее куда мы стараемся сейчас все вместе взглянуть техническая накладка и так шаг номер один вот что есть индустрия в процессе подсказок вот справа у нас есть как сформулированной и в порядке ранжирования в группе были выставлены четыре но вот верхних такие достаточно традиционные индустрии и четыре нижних которые вот ну на пороге да то есть вот здесь получается ну вот работа группы была вот сфокусирована вот на на этих индустриях переходя к цепочке систем разделения разделения труда это то что было изначально нам задано вот так в классическом виде это смотрится и представлено и дальше мы тогда уже еще раз заходим на систему разделения труда с точки зрения вот потребности и продукты потребности это то что на текущий момент мы видим и ощущаем все как участники этого рынка которые вот здесь оно понятно что плохо читается но мы готовы это выкладывать слэк готовы там добавлять людей чтобы чтобы здесь можно было вот как в предыдущих комментариях у нас было что не очень читабельно то есть вот готовы ну по каждому из этих скажем так не очень красивых рисунков но картинок дать свои там подробные комментарии но только не в режиме там плохо или хорошо а в режиме я я считаю что это вот так то вот так то потому то потому потому что как бы так будет мне кажется конструктивнее для всех и так здесь потребности и продукты и исходя из этого мы тогда начали уже смотреть на систему разделения труда через призму индустрии здесь получается все равно такой маленький перескок с первого шага ко второму но я чуть дальше сейчас поясню то есть у нас получается мы когда смотрим на систему разделения труда вот традиционно да мы начинаем смотреть уже в разрезе именно нюансов которые возникают при создании новых материалов и когда мы начинаем систему разделения труда раскладывать вот в какие-то отдельные под виды работ то мы начинаем замечать что здесь есть некие такие лаги да то есть есть проблемы которые как-то решаются локально но могли бы решаться какими-то другими способами то есть вот вот такой способ детализации он дает возможность нам дальше уже одну искать способы решения да здесь система разделения труда и влияние трендов то есть опять же индустрия новые материалы и здесь уже как получается когда мы говорим ну вот конкретный пример хорошо читаемые то есть вот персонализация и кастомизация она дает для нас очень четкое понимание допустим в сфере новых материалов что мы ну вот как новоселов говорит подсажены там скажем так на кремниевую иглу да то есть вот все материалы они кремний компьютерах стенах где-то еще и вот запрос от индустрии связанный там с робототехникой с автонетом аэронетом они сформулированы так что дайте вот такой материал вот с такими свойствами который будет эксплуатироваться вот в этой среде и мы сами видим если вот посмотрим возле у нас уже стул не деревянный да и не железный а какой-то с пластикой соответственно вот это вот движение оно может быть дальше идти бизнес модели новые потребления они точно также оказывают ну совершенно другое влияние уже на цепочку создания производства потому что да мы понимаем что уберизация и прочие элементы они как бы выкидывают посредников и в то же время но там рнг отдел он может вот работать исключительно на то чтобы генерить продукты которые будут дальше переходить уже в цифровой паспорт материалы и дальше в цифровую сертификации потому что мы все знаем что там одна из главных проблем новых материалов это вот сертификация и сложность выхода на рынок ну и третий вот из того что здесь тоже расположены это вот сформулировано недостаточно может быть тоже корректно ну получается создание высокотехнологичных мест здесь вот идет дальше расшифровка что сильное влияние когда допустим ну тот же самый татарстан с их экономической зоной алабагой до предлагает вот такие льготы вот такие возможности и соответственно ну для для людей которые готовы быстро масштабироваться и начать из малого производства делать большое это тоже является таким важным важным фактором определяющим соответственно локацию и дальнейшее развитие уже самого производства здесь вот у нас я все-таки олег на связи из рабочей группы может быть вот здесь он дальше расшифрует по поводу запроса к сообществу чтобы мы сейчас не только ответы вопросы по самой презентации но и все-таки вот у нас такой немножечко крик о помощи потому что вот почему там песочные часы 1 3 что мы там иногда до двух часов там ночи работаем для того чтобы вот вам сейчас это представить и хотелось бы вот активную 2 2 формы активной работы то есть либо включить себя ну пригласиться в рабочую группу и надо понимать что это там условно там 15 20 часов как минимум в неделю либо вот через дистанционное это участие когда мы готовы как и другие рынки выкладывать в слайк канал технета какие-то свои рабочие материалы и получать обратную связь с комментариями и аргументациями не просто хорошо плохо а вот как я уже сказал хорошо было бы вот так вот так и вот так вот кратенько наша неделя андрей спасибо большое за презентацию коллеги пожалуйста если ваши вопросы андрей может быть еще раз вы тоже вот запросы на запросы да коллеги ответят и я еще раз напоминаю что у нас есть формат menti.com пожалуйста коллеги заходите я вижу у нас участников больше добавил еще раз продублирую в чат и оставляйте там также свои комментарии мы сейчас выведем на экран пока к сожалению нету комментариев очень ждем я на самом деле направил вот в мете тоже запрос какой механизм есть добавление новых участников ну и ротации да наши рабочие потому что достаточно но активно участвует только мы посмотрели по таблице посещаемость добрый день могу прокомментировать вот на самом деле я запрос отправил в мете относительно возможности добавления новых участников да какие существуют механизмы и ротации вот наша рабочая группа потому что объем работы действительно достаточно сильно растет существенно особенно сейчас мы перешли от фазу проработки трендов влияние на срт ну то есть это десятки трендов при этом мы так посмотрели посещаемость у нас в среднем там активно работает одна треть рабочей группы и здесь бы конечно хотелось бы с нашими участниками и внутренней рабочей группы и внешнего контора более активно выстраивать вот взаимоотношения может быть кто-то не готов если там мы посмотрели то есть если в рабочей группе то участвует порядка 20 часов времени в неделю то есть к тем шести часам которые соответственно у нас по факту имеется да внутри как вот деятельность модераторами еще почти в два раза больше мы тратим время на как раз подведение итогов обсуждения какие то есть это достаточно большая работа в этом смысле вот призыв там к участникам тоже по включению да он и должны понимать что достаточно большая работа и в этом смысле может быть посмотреть еще такой light формат легкий да когда бы мы какие-то часть вопросов выносили в слайд для обсуждения и получали какую-то обратную связь вот тех участников кому это интересно но кто может быть не готов там по 20 часов в неделю тратить рабочего времени в силу там занятости и так далее да но как бы готов обсуждать соответствующую проблематику и мы были бы очень благодарны людям если бы они более активно включались в эту работу ну такой комментарий тем вопросам которые у нас есть олег спасибо большое за ваш комментарий вижу в менте ком он пока единственный у нас из всех участников оставила это вы коллеги еще раз призываю пожалуйста можно брать микрофон да задавать свои вопросы давать комментарии пожалуйста не стесняйтесь меня есть вопрос если вы не заражаете а можно вывести на экран тот слайд где была цепочка добавленной стоимости создание ценности еще раз как какой слайд там где у вас цепочка создания ценности было у нас было нет нет цепочка разделения труда у вас было извините да системе разделения труда и вот здесь у нас получается идет декомпозиция в зависимости от вида деятельности смотрите у меня на самом деле вопрос на уточнение я подозреваю что вы скорее всего про это говорили но мне вот любопытно у вас разделение труда начинается спроектирование но для того чтобы продукт спроектировать так как очень сильно меняется спрос нужно понять что проектировать вот вы вот этот кусочек слева вот здесь и засунули в проектирование эмпирический поиск и неокры выяснили что должен появиться отдельный вот еще соответственно элемент срт да это не окр видимо да и вот как раз эмпирический поиск и исследование проводится но наверное здесь у вас вопрос в том что еще исследование рынка должно наверно проводиться да я смотрите я просто сейчас ответ услышала у меня мосфитный процесс голове идет поэтому я подвисла ну возможно я ошибаюсь но в моем понимании неокр это все-таки больше но такая технологическая история да то есть мы ищем какие-то новые технологические решения у нас но есть еще задача понять что все-таки хочет потребитель и как нам с точки зрения конкурентов опередить и первыми придумывать какое-то правильное решение оно не всегда сложное технологически но масса же примеров когда просто берут уже существующие технологии но складывают их в неожиданной комбинации и получают решение которого не было у других то есть тут как бы ну не особо и неокр наверное потому что там непрорывное решение но она просто сложена скомбинирована по-другому я если вы об этом думали то как бы прекрасно мы думали вот там я вижу что марина ананеч подняла руку я так понимаю что она готова ответить потому что это член нашей рабочей группы я тоже закончил комментарий просто мы когда проводили анализ индустрии и влияние и соответственно с рт то есть у нас задача выявления вот этих вот мест которые которые не подсвечены на вот этом большом большом вот этом верхнем уровне мы например в рамках новые новых материалов как индустрии а это одна из восьми индустрий которые мы выделили в рамках там рынка техна мы нашли этап не перебегая андрей пожалуйста мы нашли этап неокр и вот он нас там как наверху появился но мы к сожалению из восьми только успели пройти одну индустрию и вы очень часто в этом смысле дали что например это маркетинг да как этап с рт это на самом деле тоже это определенный этап с деньгами с рынком и я думаю что мы вот в ходе там анализа и остальных индустрии влияние их на цепочку с рт наверно вы найдете даже явно явно так звучит и хорошо что на это обратили внимание анастасия мы рассматривали три варианта появления новых материалов это может идти от фундаментальных исследований и в какой-то тренд попасть как вот например одностенные углеродные нанотрубки победили двухстенные стали лидерами мы смотрели что есть неокр который позволяет из каких-то исследований получить материалы с новыми характеристиками и в конце обсуждали что должен быть еще маркетинг когда мы можем спросить и должны собственно спросить потребителей какие характеристики им нужны поэтому спасибо за то что напомнили нам про такой важный момент мы обязательно маркетинг должны поставить в цепочке там был какой-то интересный вариант работа с потребителем там дальше я не стал обратная связь коллеги я могу сейчас вывести менте на экран если андрей вы закончите свою презентацию посмотрим у нас хорошо тогда у меня еще один вопрос просто точно так же на мое понимание алло не слышно меня слышно не сейчас слышно да алло алло а сейчас слышно у меня еще один вопрос и видите у меня что-то мой взгляд мой взгляд притягивается к концу цепочка то есть к крайним точкам цепочки теперь мой взгляд упал в дистрибьюцию вот с точки зрения как бы дистрибьюции следующим этапом все-таки идет обслуживание или там взаимодействие с клиентом чтобы он там максимально использовал продукт опять же просто может быть не дошли до этой части нет нет да дошли мы не стали здесь дальше выкладывать для того чтобы просто это не было вот как нас в предыдущий раз покритиковали просто свалкой потому что здесь дальше вот точно так же фиолетовые они идут хорошо хорошо я только к тому что цепочка она замкнутая получается потому что когда мы говорим про обслуживание то обслуживание дает нам идеи о том каким образом сделать новые продукты и получается что это как бы замкнутый цикл ну да замкнутый цикл я могу если там интересно сейчас попробовать переключиться в демонстрацию экрана не не я я я довольна тем что вы об этом подумали да а алла что вы говорили мне мне нужно что отдать экран или как андрей вам просто нужно прекратить демонстрацию чтобы я смогла сейчас показать меньше у нас есть там вопросы от коллега отлично такая сейчас поделюсь с вами так коллеги видно до демонстрация да 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 то есть у нас еще появились вопросы от наших коллег можно вот их посмотреть и ну ну рязанцева антона знаю мы готовы его включить верховую группу ну по крайней мере я как бы вот как человек знающий человека могу сказать что да это очень полезно ну здесь на самом деле нужен какой-то механизм да вот по включению то есть как решение принимается у меня вот к анастасии наверно больше вопрос то есть это как-то выносится на обсуждение рабочая группа голосуется либо это принимают платформа нты это решение ну и вообще от портаться потому что нам говорили о том что будет ротация да ну и в принципе у нас наверное ну такая ситуация сейчас к этому подошла просто хотелось бы понять есть такой механизм как он может механизм крайне неформальный вы группы решаете хотите ли вы добавить участник или нет если хотите сообщаете любым удобным вам способом то есть вы можете через модераторов нам сообщить вы можете напрямую написать в слаке либо мне либо машин либо еще кому-то ну то есть это максимально демократичным я написала в менте и надеюсь что меня услышат человек из этой сферы рязанцев антон и можно и заслушивать можно и просто принимать давайте сами решим наверное как наша демократическая процедура я как бы антону знаю да я как бы да и вот здесь дальше у нас все таки запрос от человека мы сейчас рассматриваем мы сейчас рассматриваем методику поиска и или выбранные новые рынки индустрии будущего новые средства производства олег вот я думаю что это тебе вопрос как вы это алло да да я просто еще раз не очень вот это вот в правом верхнем углу вопрос а вопрос мы это в смысле это наши группы соответственно не насколько я понимаю есть просто алгоритмы методика форсайта по которым мы двигаемся там есть там есть определенные этапы по которым мы проводим и видимо тестируем собственно говоря те или иные гипотезы как вот и новые индустрии там и виды деятельности и тренды и так далее то есть в этом смысле просто нужен какой-то уточняющий вопрос от Алексея да что что он да вы тогда просто как-то со звуком потому что вы дублируетесь но имеется ввиду что у нас есть этапы по которым мы проходим и сейчас презентуем группе ну вот то что мы в этом направлении наработали и там где у нас есть какие-то проблемы то есть если вопрос вы хотите подключиться ну как-то вот к этой работе и соответственно более активно то хорошо либо как-то по-другому он сформулирован сформулирует еще раз да меня просто пригласили сюда в качестве эксперта соответственно у меня вопрос следующий как бы что сейчас в данный момент вот мы рассматриваем просто я вижу такую некую методику но я не вижу здесь как бы не вижу рынков которые я ожидал увидеть то есть в качестве эксперта если что должен увидеть что должен понять оценить как бы к чему подключиться то есть я вижу какую-то методику я вижу условно так цепочку создания ценности но я, условно так, не вижу рынков, не вижу, как бы, 35-го года. И у меня в этом вопрос. Да, хороший вопрос, но на самом деле я думаю, что... А, да, Анастасия, да. Да, хорошо. Алексей, во-первых, спасибо, что подключились. Я так понимаю, вас пригласили, скорее всего, комьюнити-менеджеры, да? И мы очень благодарны, что вы пришли. Смотрите, группа работает по следующей методике. Значит, мы должны спроектировать будущее, чтобы из этого будущего вернуться в настоящее. Сейчас группа находится на этапе, когда они смотрят на текущую ситуацию и пытаются понять, каким образом в рамках или под влиянием трендов ситуация будет меняться. Поэтому, ну, условно, сейчас это самый начальный этап. Я сейчас не вспомню. Какая неделя у вас идет, коллеги? Третья закончилась. Да, закончилась третья неделя, а всего на форсайт отводится, если я не ошибаюсь, 14 недель. Другими словами, даже треть пути еще не пройдена. И поэтому, собственно, каких-то там прорывных вещей, новых рынков и сегментов вы не видите. Мало того, есть еще важный момент, что коллеги, по сути, работают на базе уже одобренной дорожной карты рынка, пытаясь понять, так как карта была написана достаточно давно, не открылись ли какие-то новые возможности для роста бизнеса вследствие появления развития технологий. Вот. Поэтому с этой точки зрения вы можете как бы отнестись или прокомментировать только по направлению развития. То есть, вот, ну, примерно то, что мы сейчас уже обсуждали, вот у нас есть там система разделения труда, а ничего ли коллеги не забыли, может быть, нужно было о чем-то еще подумать. А, как бы, точнее, еще вопросы подумали ли они. У меня возникает вопрос к тому, что, например, система разделения труда, то есть, ну, она, как бы, ну, опять-таки, каким образом определяет эти уже рынки будущего? Она ведь следствием. Она является следствием тоже высокотехнологичных мест, это тоже является фактически следствием уже того, что создается, а тут, получается, как-то в главе угла стоит. Пропадает. То есть, если появились новые рынки, новые, новые виды производства, появились новые индустрии будущего. Алло, пропадает. Новые средства производства. Алло. Алло. Да-да, на самом деле нам слышно Алексея. Алло, что ты со связью? То есть, я хочу понять, есть, как бы, причины, причины, следствия, как бы, здесь, соответственно, обсуждение идет вокруг высокотехнологичных мест, но это, как бы, само собой, понятное следствие. Как бы, и, соответственно, вот здесь вот тоже, я пытаюсь для себя понять, как бы, вот с какой целью не рассматривать сейчас. То есть, то, что будет востребовано, это, да, это нужно будет, но каким образом это определять сегодня? Алексей, можно я прокомментирую немножко? Ваше волнение нам понятно, но мы рассуждали по поводу этой цепочки и, конечно, вот то, что сейчас заметила Анастасия, мы дополнили, когда полностью прописана цепочка, вот здесь и можно найти место, где оно на данный момент недостаточно развернуто и где кроется новая ниша рынка. Я могу привести пример, может быть, вам будет понятно. Мы рассматривали, например, группу Аксиал, вот эти самые тонкостенные углеродные нанотрубки. Сначала фундаментальная наука и производство самих материалов, и это рынок. А дальше в НИОКРах они, эта компания ищет использование, включение в технологические процессы разных направлений эти углеродные нанотрубки и получаются новые материалы, как, например, бумага, ткани, там, покрытие бутылок. Это уже другие рынки. Вот тут и появляются новые ниши. А про высокотехнологичные места просто тренд был такой, есть такой тренд, запрос, и мы его поставим. Не надо на них сейчас смотреть. Понятно, что все высокотехнологичные места, что связано с национальной технологической инициативой. Вот здесь вот вы сами можете посмотреть нашу цепочку, можно сказать, а вот здесь вы не заметили, что нужно поставить вот это действие, а значит, из него может развернуться какое-то направление, и мы можем из него выжать нишу. Будем вам благодарны. Ну, если честно, тяжело так оценивать, потому что тот слайд, который был как бы с направлением, вы промелькнули очень быстро. И больше как-то про методологию поиска была вся речь в презентации. Ну, Алексей, если вы готовы... Нет, все, я вас услышал, я услышал, как бы я не собираюсь дискуссию затягивать. Нет, на самом деле не дискуссия, если вы просто готовы, как бы вам интересна эта тема, сейчас действительно формат презентации, он такой, ну, очень сжатый и отдельные элементы представляет. Мы, в принципе, готовы во внешнем слайке с вами эту ситуацию обсудить более подробно, чтобы вы увидели картинку в целом. Просто, если есть готовность у вас такая к этой работе и получить от вас обратную связь, мы будем очень рады и будем благодарны вам. То есть, если это направление вам интересно, и у вас там, ну, вы чувствуете компетенцию. Вы чем занимаетесь сами? Откуда? Представьте, пожалуйста. Ну, я занимаюсь, представляю по опорту МПМ, Роскосмос, занимаюсь, именно, руководит проекты, занимаюсь новыми национальными проектами. Отлично. Мы просто, у нас был запрос как раз, вот мы обсуждали стейкхолдеров, да, и видели там Роскосмос, причем мы планировали, у нас там есть такой механизм приглашения людей для обсуждения, да, вопросов. Соответственно, вот Роскосмос у нас стоял тоже в приоритете. Там планировали советника пригласить, президента, да, корпорации, соответственно, и в принципе было бы здорово с вами эти вопросы тоже пообсуждать через призму, в том числе запросов к технету высокотехнологичных отраслей и таких лидеров, как Роскосмос. Если вы готовы в этом направлении вместе там двигаться, давайте, соответственно, если готовы в рабочую группу вступать, давайте тоже обсудим этот момент. То есть мы там, в смысле, открыты. У вас такая готовность есть такая или у вас пока просто интерес такой технический, в смысле, мы зашли, посмотрели и ушли. Готовность-то есть, только вот, как сказать, ну, надо вникнуть более глубоко в ситуацию. Вы посмотрите методологию Foresight, есть, соответственно, она и на сайте, да, Rapid Foresight, и там, ну, будет понятно, там достаточно простые схемы, да, и вы поймете, что мы находимся вот на самом деле в самом начале фактически, да, и поэтому сейчас то, что вы хотите увидеть, вы не видите, это будет только по результатам деятельности рабочей группы. Если вы готовы внести свой вклад, давайте, ну, совместно работать. Но результат будет где-то к сентябрю только, не раньше. Нет, нет, давайте по маркетингу пойдем, давайте спросим, а что нужно Роскосмосу, вот, допустим, от новых материалов, может быть, мы отсюда сразу запрос услышим и будем думать, как это встроить в нашу историю. Как, Алексей, готов? Давайте, я за Весарскосмос говорить не буду, я просто вижу, что сейчас лично с нашей стороны запроса не на материалы, а на технологии, то есть именно на новые средства производства, новые технологии производства, сокращающие скорость и так далее. То есть, я, как сказать, материалы, ну, материалы определяются несколько другими, они определяются задачами уже. А у нас сейчас именно средства производства, есть определенные вызовы рынка, которые случились, понимаете, сейчас они случились. Соответственно, это не рынки 35-го года. Эти рынки, мы по проблемам решим в течение пяти лет. Алексей, смотрите, на самом деле, это одна из индустрий, у нас просто тоже мельком прошел слайд, на самом деле. Как я видел, это материал-то как раз только и это. это одна восьмая, поэтому, на самом деле, в остальных вещах и искусственный интеллект, и, соответственно, управление производством на консалтинге, и инжиниринг компьютерный, и станкостроение, роботостроение, и машиностроение, да, добро пожаловать, если есть запрос, давайте его обсуждать. То есть, он не сужается к новым материалам, это просто тот атакт, который мы прошли сейчас, и можем по нему предметно говорить. То есть вы, а вы в каком формате Ключевое, да, ключевое было, как бы, вообще предложение, вопрос в том, что я бы просто хотел, как бы, ну, ожидал акцент увидеть здесь на рынках. То есть, какие новые направления, какие новые технологии, какие новые стартапы, а здесь мы рассматриваем технологию. Вот у меня просто вот в этом был вопрос, и, получается, что-то мы затянули вот этот диалог. Я вас понял, я готов подключиться, но готов пока, как сказать, то есть, готов подключиться, но нужно ценить, какая конечная цель этого всей деятельности. Ну, то есть, вы в лайт-формате, в таком, как бы, в рамках внешнего сообщества, да, вы подключены же к слойку, да, насколько я понимаю? Я подключен, только к другому рынку. А, к другому рынку, да? Да, потому что у нас просто продукты развиваются, как сказать, по продуктовому назначению. Ну, вы можете скинуть свои контакты, мы вас подключим, там, как-то. Вообще, все рынки в Slack открыты, надо просто нажать плюсик около channel и добавить в свой, ну, как бы, в свой лист технет. То есть, в открытом сообществе переход между рынками абсолютно открыт. Хорошо. Сделаю. Угу. И, если хотите, я вышлю ссылочку на... Ну, вышлите, да, только куда? Вышлю вам ссылочку на сайт, форсайты, и там есть презентация. Хорошо. Я сейчас могу задать на него, да? Да, да, сейчас я нахожу. Я отсоединялся, я сейчас подключился, то есть, если нужно будет, Алла, вы говорите, какой следующий вопрос, и мы тогда дальше выберем из рабочей группы, кто более полно сможет на это ответить. У нас вопрос, вот как решаются вопросы нахождения решений на пересечении и стыках рынков, материалов, технологий и так далее? Ну, еще раз тогда по шагам, то есть, у нас получилось так, что мы в начале посмотрели те продукты, которые, те потребности, которые на рынке сейчас могли бы быть востребованы, то есть, вот взгляд был с того момента, что чего не хватает. Исходя из этого, мы тогда посмотрели на продукты, которые существуют. Дальше мы посмотрели на классическую систему разделения труда, сделали ее специфичной с точки зрения уже вида деятельности, да, или индустрии. И, соответственно, туда еще добавили тренды, и тогда вот получилось, что такое пересечение, где мы начали уже, ну вот, действительно замечать, что чего нет, а чего хотелось бы. То есть, вот, как Анастасия говорила, что маркетинг уже подтвержден, и в деньгах он как бы есть, но продукта на рынке нету. И вот здесь получается, по каждому виду деятельности, если так проходить, то получится и технология искусственного интеллекта, она с одной стороны технология, а с другой стороны это действительно ну вот рынок для того, чтобы этот искусственный интеллект создать, для того же там Роскосмоса, для того, чтобы он там пользовался и решал какие-то задачи. То есть, здесь получается вот с разных сторон, и, ну, в текущем моменте на третьей неделе может быть это действительно как-то недостаточно понятно мы сейчас сформулировали, но вот Олег сейчас может что-то дополнить. Смысл такой был, что на пересечениях Алло, Олег, Алло, Олег, слышно нас? Алло, что ты со связью сегодня? Ну, если вот человек как бы услышал ответ, да, ну, как бы понятно, непонятно, может какое-то уточнение, если, ну, напишет также в Минте, мы тогда, ну, включим, добавим, как я говорю, на карту мира можем вывести и там показать уже сам процесс, как он шел. Спасибо. Коллеги, есть еще один вопрос. Рынки 2035, вероятно, сейчас еще не существуют и, вероятно, опрос потребителя может откатить назад. Поиск под столбом. Так, это у нас развивающий комментарий, видимо, был. Ну, это я еще раз прокомментирую. Мы проговорили о трех способах выйти на новые материалы. Один из них это фундаментальное исследование, которое сейчас может быть непонятно, куда пристроить, но в трендах, в определенных решениях, сопряженных с другими результатами исследований, можно что-то определить. Я приводила пример, что сейчас премию получил молодой человек, который нашел, выявил такое интересное свойство жидкий свет. Мы сейчас не знаем, куда его пристроить, но он есть. И это изучение его свойств приведет к тому, что когда-то будет новый материал, и нужно успеть его сделать первыми. А исследование существующих потребителей для того, чтобы нынешний рынок охватить, потому что это тоже прекрасный рынок, реальный, с деньгами, и как раз большое поле денег. Спасибо. Хотя есть футурологи еще, не потребители, а те, кто говорят, вот так будет развиваться мир, и все так раз-раз пошли туда. Спасибо. Коллеги, это у нас еще классный кейс, да, еще раз про Иконет, да, коллеги приглашают на свои обсуждения точно так же вас принять участие, и вот пишут, что нам очень важны внешние точки зрения и свежие мысли, поэтому присоединяйтесь. Мы в следующий раз опубликуем вам тоже ссылку на их презентацию, если будет кому-то интересно, присоединяйтесь, пожалуйста. Иконет у нас в 10 часов презентует до вас по пятнице. И у нас есть еще одно предложение включить в рабочий процесс Алексея Корзуна, я надеюсь, я правильно фамилию произнесла, извините, если неправильно, Алексей, эксперт в области современных технологий, руководитель Департамента промышленности Москвы. Я думаю, что с удовольствием. Так, на этом у нас в Минте заканчиваются комментарии, вопросы. Коллеги, если у вас есть еще какие-то комментарии, пожалуйста, можно голосом сказать, можно в чат написать зума, можно в Минте еще что-то добавить. Вот у нас есть еще один комментарий, добавить research плюс castf проектирование. Я думаю, коллеги, мы вам передадим эту выгрузку, вы пусть посмотрите. Ну и вот Дмитрий Трушников написал просто Дмитрий Трушников это запрос на то, чтобы подключиться к нам. Это как-то просто Дмитрий Трушников. Он же, по-моему, в участниках сейчас есть. Может как-то... Дмитрий, можете прокомментировать, пожалуйста? Или вы подписали свой вопрос? Так, Дмитрий, видимо, нас не слышит. Так, в чате у нас... Ну, по крайней мере, у нас группа на три человека как минимум расширилась. То есть у нас есть Рязанцев Антон, Алексей Клющевников. Клющевников. Да, и вот из департамента Москвы три человека. Отлично. У меня еще есть запрос от Юрия Сапожникова, который сильно... Анастасия, немножко звук, звук немножко... ... ... ... ... ... ... ... Знаете, вы такого... Голосите, пожалуйста, не знаю, что с этим... Анастасия, было плохо слышно из того, что разобрали. Юрий Сапожников, правильно? Да, хочет подключиться, спрашивает разрешение. Ну, вот он, давайте, да, давайте читаем. Я считаю, что можно, он очень хорошо в Фейсбуке себя представляет, правильные тексты предлагает к рассмотрению, в друзьях у меня. Давайте возьмем. Ну, все, это главная рекомендация. Добавим. Давайте, да. Хорошо, коллеги, есть ли еще какие-то вопросы, комментарии? У нас по таймингу еще немного времени осталось. Или мы можем уже сегодня заканчивать и до следующей недели тогда работать. Так, ну, видимо, вопросов нету, я останавливаю демонстрацию. Коллеги, тогда еще раз мы передадим вот эту обратную связь группе, выложим сегодня видео в общий канал Slack, можно будет еще раз отнестись, прокомментировать, дать свою обратную связь, вопросы задать, представителям группы. Коллеги, если вот есть у вас презентация, которую вы показывали, можно также ее выложить в общий Slack, чтобы внешним экспертам было удобнее. Выложили, выложили. А уже выложили, да, отлично. Да, коллеги, спасибо большое, тогда всем хороших выходных, пожалуйста, отдохните на этих выходных и встретимся с вами уже на следующей неделе. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Всем спасибо, да, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok